Доброе утро! Меня зовут Сергей Малоземов. В эфире Еда. Живая и мертвая. Программа о том, что вредно, а что полезно. Вот что вы увидите сегодня в выпуске. Отмечаем закрытие грибного сезона. Эксклюзив. Беленький, братцы. Ищем наши обычные грибы и драгоценный белый трюфель. Конечно, вместе со специально обученной итальянской собакой. Виля. Туда. Виля. Туда. Вперед, леди, давай. Туда. Что говорят о пользе и вреде грибов диетологи и микологи? Чего в этом продукте больше? Плюсов или минусов? Грибы – это всегда риск. Потому что, если вы их покупаете на трассе или на рынке, вы понятия не имеете, где они были собраны. Ну, в общем-то, это так или иначе рулетка. И результаты экспертизы. Правда ли в грибах с наших рынков и из магазинов полно тяжелых металлов и радионуклидов? Какие виды и регионы сбора опаснее всего? Продукт, который или любят, или ненавидят. Грибы. Я лично люблю, но до конца не понимаю, чего от них ждать. Кто-то говорит, что грибы – это чуть ли не замена мясу. Другие, наоборот, уверяют. Грибы – это все равно, что картон или дерево – продукт, который совершенно не усваивается. Кому верить, стоит ли вообще есть грибы? Когда в России уже снег, на севере Италии, в Пьемонте, еще только заканчивают собирать виноград. И внимательно принюхиваются к окрестным лесам, стараясь уловить среди запахов мокрой листвы запах денег. Хороший хозяин, говорят, в такую погоду собаку из дома не выпустит. Но если речь идет про 3-4 тысячи евро за килограмм, то, конечно, совсем другое дело. Именно так с собакой ищут самые дорогие в мире грибы – белые трюфели. Кому попало, этим, кстати, заниматься нельзя. Штраф за браконьерство – 4 тысячи евро. У нашего сопровождающего, Джованни, к счастью, есть особая именная лицензия. Он один из немногих местных жителей, кому официально разрешено быть профессиональным тартуфайо – охотником за трюфелями. У нас есть такой патент с фотографией. Продление стоит 140 евро в год. А у меня, подумай только, эта лицензия уже 40 лет. Главное действующее лицо в этом грязном деле – собака. Только она способна ощутить исходящий из-под земли особый аромат прячущегося от человека гриба. В дождь это сделать вдвойне непросто. У Джованни целая школа для собак, но самых любимых учеников – два. Это опытная Лила, 14 лет, и молоденькая Леди. Ей всего два года. Я всегда говорю, что собака – это как вторая жена, потому что осенью ты проводишь с ней 5-6 часов вместе каждый день. Она твой товарищ, когда ты бродишь по лесам. Поэтому и зову ее второй женушкой. В других регионах иногда до сих пор используют для поиска трюфелей специально обученных свиней. Но в Пьемонте это невозможно. Слишком холмистая местность. Да и натренировать собаку проще. Важно ведь, чтобы она не только отыскала среди корней дубов и ореховых деревьев желанный трюфель, но еще и вела себя прилично, не разгрызла и не поцарапала найденную драгоценность. Давай, как бы я не лид. О, кажется, нашли. Насколько потянула наша находка? Каковы эти грибы на вкус и кто их вообще покупает? Еще расскажем. А пока вернемся на родину. Россиянка Галина Звонарева тоже ходит по грибы с собакой. Патрик – щенок хаски. Каким-то чудом помогает находить не трюфели, конечно, а наши российские грибы. Патрик очень любит лес. Он чувствует, где растут белые. Почему-то никто его не учил этому, но он всегда знает, где они произрастают. Практически половина нашей страны покрыта лесами, а в них несметное количество грибов. Галина ходит за ними чуть ли не каждые выходные – с ранней весны до поздней осени. В каждый сезон своя радость. Кстати, в старину на Руси грибы называли «губы» за выпуклые шляпки и говорили не «идти по грибы», а «идти губы ломать». И, конечно, у каждого грибника свои секреты. У Галины это специальный нож. За последние 17 лет я его не теряла ни разу. И когда я его забываю взять, что бывает крайне редко, я, как правило, остаюсь без грибов. Я не знаю. В общем, это мой талисман. Он абсолютно не был сделан для грибов, но он приятен мне для руки, и я его использую как талисман. Галина родом из Рязани, а этот город можно смело назвать «грибной столицей России». Ведь здесь грибы с глазами, их едят, они глядят. Так издавна в Мещерском крае говорили о грибах, которым даже возвели памятник. Есть несколько исторических предположений, откуда пошло такое выражение. Во времена татаро-монгольского нашествия, когда здесь было много племен, иноплемен, которые не понимали такую пищу, как грибы. И грибы являлись спасителями. Население, жившее едой грибы, срезало грибы, но если вдруг грибы сбиты, грибы потоптаны, значит, мимо проходили враги. Они не собирали грибы, они их просто топтали. Вот грибы выдавали врага, поэтому грибы глазастые. Ежегодно в Рязани проводят фестиваль грибов. Урожаи здесь собирают рекордные. В этом году одна только семья Сидоровых вынесла из леса 3 центнера. Рассчитывала килограмм на 70, оказалось 103. 80 белых, не считаю, сколько подосиновиков, подберезок. Это тоже вообще там можно со счета сбиться. В основном все крепкие белые, подосиновики. И маслята тоже есть. В общем, все грибы, которые есть в лесу. По подсчетам специалистов, в среднем на одного россиянина в год приходится около 10 килограммов дикорастущих грибов. Если глобально, то, между прочим, грибы – это самая молодая еда человечества. То есть грибы люди начали есть совсем не так давно, как об этом можно подумать. Этому процессу у нас, пожалуй, где-то так лет тысяча, наверное. Есть и другая статистика. Больше сотни человек за этот год уже получили отравление разной степени тяжести, зафиксированные и случаи смерти. Конечно, тут речь идет о ядах из тех грибов, которые вообще не стоит есть. В эту тему мы сильно погружаться не будем. У каждого своя голова на плечах. Нам интереснее другое. Если мы покупаем грибы в магазине, все ли там в порядке с безопасностью? И правда ли в пакетах с надписями маслята, опята и так далее находятся именно эти любимые грибы? Мы провели независимые испытания продукции из разных стран. На проверку отправились рыжики, лукашинские российского производства, грузди Виталент из Белоруссии и маслята торговой марки Лютик, сделанные в Китае. Плюс мы закупили кое-что на стихийном рынке. Есть ли здесь опасные тяжелые металлы и радиоактивные вещества? Результаты экспертизы совсем скоро. Если человек на протяжении многих лет ест зараженные грибы, тяжелые металлы будут накапливаться в организме, и последствия будут довольно серьезные. То есть это отравление, серьезные заболевания и так далее. Вообще грибы можно условно разделить на две категории. Те, что могут расти только в естественных условиях и культивируемые человеком. И те, и другие лучше не давать детям. До 10 лет я бы не рекомендовала включать в рацион ребенка грибы. Тем более, если это грибы консервированные, маринованные. Уксус, уксусная кислота, она очень агрессивно может воздействовать на нежную слизистую желудочно-кишечного тракта ребенка. Есть и другая, даже более серьезная причина. До нее мы еще дойдем. Вообще, среди культивируемых грибов больше всего у нас в стране выращивают шампиньонов и вешенок. Многие покупатели относятся скептически к этим грибам, которые называют искусственными. Есть ли в них вообще польза? Мы побывали на предприятиях, где разводят грибы на продажу. Вешенки должны расти в максимально приближенных условиях к природе. То есть должна быть лесная свежесть, должна быть влажность, как утренний туман. Влажность обычно поддерживается в районе 90%, и не больше, и не менее. То есть надо смотреть за грибом, как за ребенком. Всегда подавать нужное количество и влаги, и кислорода. Температуру в момент выхода гриба предпочитают в районе 15 градусов. То есть как с утречка, после дождика. На своем производстве Игорь старается обеспечить индивидуальный подход к каждому грибу. Учитывает мельчайшие нюансы. Температуру, влажность подбирает субстрат из соломы, древесины, лузги подсолнечника. Собирают вешенки с этих вертикальных грядок по нескольку раз в день. Оптимальный размер шляпки 3,5-4 сантиметра. Как правило, гриб дает сигнал о том, что я готов, меня уже можно срывать, тем, что он свесил шляпку. То есть она так скругляется немножко, и в этот момент можно уже его срывать. Она достаточно легко отрывается и остается у нас в руках. При этом он даже не сопротивляется. Другая друза, если вы попробуете ее сорвать, то она будет очень крепко держаться, и придется ее вырывать. Игорь поясняет. Собранные на 18-20 день грибы идеальны по вкусу, ароматные и нужной плотной консистенции. Но как насчет пользы? Я не раз слышал в адрес вешенок высказывания типа «помойный гриб», «вкус может быть только если гриб из леса» и тому подобное. Это очень полезный гриб. Вешенки – это первые грибы, в которых были найдены вещества, которые понижают холестерин в крови. И понижают довольно значительно. В Словакии, в Словении, в Чехии проводили такие исследования позже, и мы проводили, с профессором Бухало такие исследования. До 40% понижает холестерин крови, употребление вешенки в диете до 5%. Всю свою жизнь профессор Соломон Павлович Вассер посвятил изучению грибов. Советский ученый ныне работает в Израиле, в Хайфе, и считается одним из ведущих мировых микологов. В галерее 30 величайших открытий и изобретений израильтян в аэропорту Бен-Гурион его портрет на видном месте. Профессор прославился тем, что вместе с коллегой нашел жизнь в Мертвом море. И это, конечно, были грибы, хотя и микроскопические. Главный интерес Соломона Павловича – медицинские свойства съедобных грибов. Есть и лекарственные грибы. Поэтому когда-то совместно с профессором Чангом мы ввели такой термин, по-английски это «кулинарный медицинал маршрус». Кулинарно-лекарственный. Даже в научной среде о таких грибах еще знают довольно мало. Да и вообще к лечебным свойствам грибов относятся скептически. А между тем это мировая тенденция. И есть даже противораковые препараты, созданные на основе грибов. Как это возможно? Подробности после небольшого перерыва. Мы также расскажем, какой в итоге трюфель удалось найти нам Джованни в итальянском лесу. Почему за эти грибы гурманы готовы платить бешеные деньги? Полезны или вредны шампиньоны из российских магазинов? Что у нас продается под видом диких грибов? Чем опасна свинушка? И что показали анализы грибных консервов на радионуклиды и тяжелые металлы? Лила! Лила! Эй, пожалуйста! Ты закончила? Подожди! Да подожди ты! О, Христос! Мокром от дождя осеннем лесу на севере Италии, мы вместе с профессиональным охотником за трюфелями Джованни и его специально обученными собаками Лилой и Леди, кажется, что-то нашли. В верхушке трюфеля не видно. Мы не знаем, какие размеры у этого гриба. Поэтому надо всегда очень аккуратно копать вокруг, медленно-медленно, потому что трюфель – это гриб весьма чувствительный. Как только ты его тронешь, он ломается. Гораздо легче есть его в тарелке, чем доставать отсюда. Это самый дорогой в мире гриб – белый трюфель. Его ценят за особый, очень сильный аромат и применяют в пищу совсем не так, как другие грибы. Это мы еще увидим. Цена этого трюфеля? Сколько? Так, вот по весу? Ну, считай, что тут 15-18 граммов. Ну, это я примерно очень. 50 евро. Но я не для того ищу трюфели, чтобы заработать, как многие думают. Это ради удовольствия. Я вот уже 45 лет как хожу за трюфелями. Когда ты видишь собаку, как она работает, как достает – это удовольствие. Взглянуть на грибы новыми глазами призывает и один из ведущих микологов мира – Соломон Павлович Вассен. Он рассказывает, что в Японии, например, уже успешно борются с негативными последствиями химиотерапии при раке при помощи бета-глюканов – веществ, которые выделяют из грибов. Рвота, тошнота, головокружение и общее состояние организма становится намного лучше. После недели-двух, после начала применения пищевых добавок из специальных грибов, которые являются очень сильными иммуномодуляторами. Получить эти вещества непросто. Синтезировать искусственно пока не удалось. Стоят они очень дорого. И дозу надо подбирать индивидуально. Все это, конечно, ограничивает применение лекарств из грибов. Но не останавливает. Сам Вассер со своими сотрудниками уже практически закончил создание препарата от рака поджелудочной железы. Это грозная болезнь, против которой сегодня не существует лекарств. Но ученые смогли извлечь из маленьких древесных грибов под названием бокальчики полосатые действующие вещества, которые показали очень хороший эффект. Сейчас идут положенные испытания. Если результат будет положительный, то мы на хорошем пути с возможностью получения не пищевой добавки, а настоящего лекарства. Это занимает время и много денег надо, но мы этим занимаемся. Даже обычные, казалось бы, шампиньоны. Далеко не так просты, как кажутся. Соломон Палыч, кстати, сразу после переезда в Израиль начал собирать тут грибы. На холмах вокруг Хайфы растут даже маслята. И ученый открыл здесь целых 5 новых видов шампиньонов. Но мало знают, что он хороший лекарственный гриб. Поэтому он один из кулинарно-лекарственных грибов. И вещества из этих грибов делают, используют в различных пищевых добавках, которые являются также хорошими иммуномодуляторами, адаптогенами и антибактериальными обладают свойствами. Это уже давно было описано. Еще до антибиотиков знали, что использовать шампиньон полезно. А вот как шампиньоны выращивают в Подмосковье. В полутемных помещениях на смеси торфа и компоста. Через 30 дней после посадки появляются первые грибы. И их много. Бизнес это прибыльный. Основой для выращения шампиньона является компост. Традицию есть шампиньоны сырыми, как принято, например, в европейских салатах. Профессор Вассер не одобряет. Говорит, если плохо помыто, из компоста могут попасть бактерии. Но вообще, по его мнению, грибы в современной диетологии незаслуженно обижены. Так, например, их ругают за хитиновую оболочку клеток, которая мешает усвоению питательных веществ. Хитиновая оболочка не очень мешает. И мы не знаем всех тонкостей, как это происходит в желудочно-кишечном тракте. Но вещества полезные, которые есть в грибах, они используются нашим организмом. А в последние годы показано, что те, которые не ферментируются в верхних отделах желудка, они работают как пребиотики. И они тоже полезны. Но детям и беременным есть грибы надо осторожно. Сильное действие на иммунную систему – это не всегда хорошо. Вообще же, уверен профессор, грибов в нашей жизни будет становиться все больше. Их новые свойства открывают и открывают. В кабинете у самого Вассера собрана целая коллекция вещей и продуктов на основе грибов. Главным образом экспонаты здесь из Китая. Вот, пожалуйста, кофе и зубная паста с лечебными экстрактами, уже европейская шляпа из трутовика и даже постельное белье на основе китайского линь-джи. Чтобы это белье обладало антибактериальным, антиаллергическим и другими свойствами. Так что… Верите? Верю, верю, верю. Что это дорого же? Очень дорого стоит. Ну, это стоит полторы тысячи. Долларов? Долларов, да. Этот набор. Конечно, не все грибы одинаково хороши. Этот год для пенсионера Анатолия особенно удачный. В лесу он находит даже вот таких диковинных братцев – белых близнецов. Собирает и те грибы, у которых репутация не такая однозначная. В лесу столько грибов в этом году, что их не унести. Вот с внучкой ходили-ходили два ведра. И белые, и подосиновики, и подберезовики, свинушки даже. Ну, они такие условно, конечно, съедобные, но ничего, на солянку пойдут. О свинушках в народе спорят. Одни считают этот гриб вполне съедобным и вкусным. Вторые ни за что не рискнут положить к себе в корзину. И они правы. Сразу вы, скорее всего, не ощутите отравления. Опасность подкрадывается незаметно. Свинушка – сильнейший накопитель радионуклидов, особенно цезия. Это чемпион среди грибов. Коэффициент накопления здесь составляет порядка 600. Это значит, что если мы берем почву и сравним с содержанием в грибе, то у нас получается в грибе в 600 раз больше цезия. 137, чем в почве. Поэтому, а поскольку, в принципе, цезий, он после Чернобыля, после ядерных испытаний присутствует в малых количествах везде, а свинушка его собирает, концентрирует, вот по этой же причине ее и нельзя есть. Ну а что с теми грибами, которые продаются у нас в магазинах? Соленые, маринованные, ассорти или заморозка? Выбор большой. Дикие грибы для заготовки в промышленных масштабах обычно собирают простые жители сел и деревень. Предприниматель Александр за этот сезон с помощью наемных работников в Тверской области уже отправил в одну только Польшу более двух тонн маховиков. Такие вот хорошие, сортовые считаются маховички. Их берут рестораны, а основные заказчики сейчас нашлись с Польши. То есть Европа, они эти грибы покупают, перерабатывают и, как правило, бывает часто потом еще отправляют в Россию, повторно продают. Особой популярностью пользуется и у нас, и за границей король всех грибов – белый. Вот такой боровик – большая удача. Территория у них маленькие, леса у них практически нету. Стоимость гораздо больше, чем в России. Часто бывает, что сначала туда отправляют в мороженом виде, в сушеном, потом делают просто упаковку и под маркой какой-то зарубежной компании уже присылают и в наши супермаркеты продают. Содержат ли такие грибы опасные тяжелые металлы и радионуклиды? И где их больше – в готовых банках из магазина или в самостоятельно собранных? Соответствуют ли действительности наименования грибов в банке ассорти? Точно это маслята и опята? Можно ли есть мухоморы? И каков на вкус самый дорогой в мире гриб – белый трюфель? Ответы совсем скоро в продолжении нашего грибного спецвыпуска. Грибочки. Представьте себе жареную картошечку со свежесобранными подберезовиками. Ну или маринованные маслятки. Или фаршированные беконом шампиньоны. Вот так их, кстати, выращивают на особых грядках, потом срезают и отправляют в продажу. Жаль, что не все грибы одинаково хороши. Некоторые из них прямо-таки нападают на человека и способны отравить ему жизнь на долгие годы. Речь идет, конечно, про те микроскопические грибки, которые поселяются на нашем теле, как правило, из-за пониженного иммунитета. Справиться с ними и правда непросто. Без вмешательства специалиста не обойтись. Сложно поверить, но эти зловредные паразиты делают с нами то же самое, что элитные боровики или трюфели делают с деревьями. Берут из них питательные вещества. Находясь в настолько тесных, даже интимных отношениях, что поставить на поток разведение самых дорогих видов грибов технологи пока так и не смогли. Слишком сложно создать условия, близкие к природным. Так что даже в 21 веке трюфели в Италии ищут с собакой. А потом драгоценные находки продают на специальной международной ярмарке в городе Альба. Когда сюда входишь, в нос буквально ударяет этот довольно навязчивый запах. Мы говорим, что черный трюфель – это серебро, а белый – это алмаз. В нем, как в драгоценном камне, имеет значение все. Не только размер, но и внешний вид, отсутствие дефектов, но и аромат, конечно. Если вы попадете на эту ярмарку, наших соотечественников, кстати, там много, то читайте ценники правильно. Цифры, например, вот 400 евро, указаны не за «кэгэ», а за «хэгэ». Это по-итальянски значит 100 граммов. Причем, как и в случае с алмазами, цена за единицу веса тут тем больше, чем крупнее сам трюфель. Ежегодно на выставке выбирают победителя и продают за бешеные деньги. В этом году самый большой 700-граммовый трюфель, найденный вот этим тартуфайо по имени Давиде Курцетти, ушел за 5000 евро. Понюхайте. Вы только понюхайте. Посмотрите на него. Это же идеальный трюфель. Другая разновидность трюфелей – черные. Они стоят дешевле. Это сходство с ними дало название популярным конфетам. У черных есть важное преимущество. Они сохраняют свой аромат дольше, белые всего 7-10 дней, и переносят кулинарную обработку. Поэтому на выставке можно купить пасту, рис, кукурузную кашу, поленту – все именно с черным трюфелем. Черный трюфель, и это видно, он защищен этой корочкой, и у него цвет совсем другой, а самое главное – аромат у него иной. Черный – это хороший способ прикоснуться к миру трюфелей, устроить себе праздник, не опустошая кошелек. Он стоит меньше, но тоже родом из секретного подземного мира. Черные трюфели можно купить и в консервированном виде. Их закрывают в банке с маслом. Так делают не только итальянцы, но и соседи-хорваты, у которых цены получаются ниже. Но настоящие ценители заготовленный трюфель не признают. Говорят, что запах настолько нестойкий, что производители не обходятся без искусственных ароматизаторов. Уроженец Азербайджана Эльмар Керембеков, менеджер французской нефтяной компании, живет в Швейцарии. В Альбу приезжает с друзьями на машине каждую осень специально за белым трюфелем. Только свежим. Я не могу себя назвать там на все 100% гурманом. Но, в принципе, да, 300 километров. 300 километров для того, что... Как еще называется человек, который приезжает специально за 300 километров за трюфельем? За трюфельем, да, наверное, так. Эльмар больше всего любит классическое применение трюфелей для украшения пасты. Как это происходит, нам показали в традиционном пьемонтском ресторане в городке Родди. Кулинар Данило Лоруссо приготовил и мясо, украшенное лепестками трюфеля, и два вида пасты, на которые уже в готовом виде кладут немного лепестков этого ароматного, даже чересчур, гриба. Да-да, его не едят так, как привыкли есть грибы мы. Он используется только в качестве приправы. Чувствуешь, как раскрылся запах? Прямо-таки бум! И вот. Кажется, прямо-таки, что ты шагаешь посреди виноградника, идешь по лесу, ты ощущаешь аромат каштанов, лещины. Аромат этого гриба, который на гриб-то не похож, многие описывают как запах, похожий на тот, который образуется в подвале, где хранят продукты. Такая сырость, немножко плесень, но с чем-то пищевым. Специфический. Но когда к нему привыкаешь, то начинаешь получать удовольствие, ни с чем не сравнимое, особенно когда вспоминаешь про цену. Тоже важно. Добавление трюфеля сразу резко увеличивает стоимость блюда, которое им украшают. Аромат и правда становится совсем другим. Член жюри трюфельного конкурса сеньор Натали Романьоло, написавший про этот гриб целую книгу, говорит, что есть у трюфеля и другое, отдельно ценимое свойство. Трюфель – это афродизиак. Его аромат стимулирует часть нашего мозга, гипоталанус, который управляет эмоциями и сексуальными инстинктами. Хорошая еда, вино, красивая женщина и трюфель – вот идеальный рецепт успеха. Когда я был молод, не нуждался в такой поддержке, а теперь трюфель мне помогает. Алиссандро Бонино – менеджер магазина трюфелей. Именно к нему каждый год, чтобы быть уверенным в качестве, приезжает наш герой Эль Мар. Говорят, уже появились китайские подделки. Бум с резким ростом цены начался совсем недавно, лет 10 назад, когда во всем мире появилось много новых богатых, которым нужно было что-то новое и эксклюзивное. А белый трюфель как раз очень дорогой, потому что сезон короткий и регионов произрастания немного. Алиссандро раскрыл мне и страшную тайну. Вкус и аромат у мелких и крупных трюфелей не отличаются. Но почему тогда грамм в крупном стоит больше? Причина высокой цены в том, что очень редко можно найти большой гриб. Так, например, этот – 334 грамма. Тот легче. Вы можете взвесить в руке и увидеть разницу в весе. Крупные трюфели покупают для того, чтобы продемонстрировать свое богатство. Примерно в трех часах езды от Альбы находится Монако и его супердорогие окрестности – Лазурный берег Франции. Здесь тоже очень любят трюфели и делают из них нечто особенное. Микрогосударство Монако занимает всего 2,2 квадратных километра, но притягивает богачей со всего мира. Тут хороший климат – и погодный, и деловой. И яхту есть, где припарковать. В получасе езды отсюда по красивейшей дороге вдоль моря находится другая популярная марина, то есть яхтенный порт. Это уже французская территория, называется Болье-сюр-мер, дословно «красивое место на море». Один из здешних ресторанов славится тем, что делает, в том числе и на вынос, пиццу с трюфелями. Блюдо, от вульгарности которого приходят в ужас ресторанные критики, но популярность его от этого не уменьшается. Стоит не сверхдорого – 36 евро. Выносят в красивой фирменной сумочке. Когда я однажды попал в этот ресторан на важное мероприятие, меня там угощали этой пиццей, рассказали историю о том, что за ней якобы, ну, у меня нет оснований не верить, присылает со своей яхты один русский олигарх, широко известный своей любовью к огромным яхтам и владениям зарубежными футбольными клубами. И вот якобы он сюда приплывает и посылает лодочку за этой пиццей, и на яхте ее съедает с удовольствием. Ну, у нас есть редкий шанс сделать то же самое. Трюфель-то черный, дешевый. Ну, вкусно, конечно, что тут не хватает. Вкусно. Вообще, за дни этих трюфельных съемок их сильнейший запах меня утомил. Он въелся в одежду, а Александро из магазина и вовсе признался, что от аромата у него по вечерам нередко болит голова. В общем, к родным грибам мы возвращались даже с некоторым облегчением. Конечно, далеко не всем туристам хватает денег или они жалеют денег на сами трюфели. И многие в качестве сувенира привозят отсюда вот такую терку для трюфелей. Называется шинковка. Стоит 22 евро. Не так дорого. И, говорят, позволяет нарезать очень тонкими, такими почти прозрачными ломтиками редиску, например, в салат. Ну что, тоже вариант. Про трюфели больше ни слова. Только грибы из наших лесов. Все ли в порядке с качеством консервированных и замороженных? И правда ли в этих смесях настоящие лесные грибы? Белые, опята и маслята? Эксперт проверит. А исследовательская лаборатория выдаст вердикт, какие виды накопили больше всего тяжелых металлов и радионуклидов. И кто и в каком виде ест мухоморы и не боится. Ну и, конечно, наш красивый грибной рецепт недели. Все это совсем скоро. В эфире Еда живая и мертвая, программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Грибы. Способен ли наш организм взять из них что-то полезное? Пустой это продукт или чудесный? Такова тема расследования недели. И вот его завершающая часть. Шеф-повар специализированного грибного ресторана Виктор Титов знает сотни блюд из грибов. Готовить предпочитает из сушеных. Вкус в них как бы сконцентрирован. На первом месте потом идут маринованные, а только уже на третьем месте идут свежие грибы. Грибные блюда у Виктора необычные. Вот под пастой Паппарделле прячутся пластины устричного гриба. И даже варенье приготовлено из черных лисичек. Во Франции вообще это считается деликатесным грибом. У нас, к сожалению, пока его никто не признает. Но мы очень стараемся его внедрить, чтобы вы попробовали и так далее. И сегодня мы сделаем варенье из лисичек. Ну и потом пример, куда можно применять. Я очень много видел, как прохожие пинают как мухоморы, так и черные лисички. Но коронное блюдо шефа – говяжьи ребра с капустой и соусом из мухоморов. Вы не ослышались? Мухоморов? Да-да-да, мухоморы едят, мухоморы – съедобные грибы. Оказывается, съедобные грибы. Никто в этом эксперименте не пострадал, ни один сотрудник. Мухоморы относятся к довольно большой группе. И из 30 с лишним известных видов больше половины съедобны. Различить, правда, может только специалист. Поэтому бросаться собирать и есть не стоит. Есть у нас всем нам хорошо известный красный мухомор. Сведения о его ядовитости очень серьезно перегреты. На самом деле, за всю историю наблюдения, медицинского наблюдения за красным мухомором, было зарегистрировано только одно смертельное отравление этим грибом. Это смертельное отравление произошло в 1894 году в США, в штате Филадельфия, когда 4-летняя девочка без присмотра убежала в лес и там объелась мухоморами. Медицинская помощь ей была оказана только через сутки. И, к сожалению, ребенок умер. Вот с тех пор ни одного смертельного отравления красным мухомором не зарегистрировано. В пищу чаще всего используют так называемый цезарский гриб, его особенно любят в Италии, и наш российский мухомор краснеющий. Виктор делает из него соус. Мы используем только сушеный гриб. Опять же-таки заливаем мы водой и доводим до кипения и кипятим 3 минуты. После чего воду сливаем и так повторяем процесс три раза. На четвертый мы уже конкретно их начинаем готовить. Все как обычно. Подсаливаем. Воты должно быть в три раза больше, можно в пять. Отварные грибы нарезаем и обжариваем с тимьяном, чесноком и луком, добавив куриный бульон и сливки. Всю жидкость нужно выбарить, будущий соус измельчить. Признаться, вкус совершенно необыкновенный. Я тоже один раз это пробовал, и мне понравилось. Вообще этот вкус прям идентичен белым грибам. Прям вот белый гриб, но с легкой ноткой бородинского хлеба. Прям совсем чуть-чуть. И мне кажется, тем он и превосходит. Правда. И это раскрывается именно в соусе, когда ты его пробиваешь, он насыщается. Прям лохомор. Повторять этот рецепт самостоятельно мы не рекомендуем. Безопасность прежде всего. Ну а стоит ли покупать грибы в магазинах и на рынках? Всегда ли в таком ассорти, маринованном или замороженном, те виды, что указаны на упаковке? Мы решили проверить несколько образцов. И огорчились. В одном случае в маринад попали старые грибы. Хотя это не так страшно. Недорогие белые также соответствуют своему названию. Приступим к замороженным смесям. Смесь загадочно называется Тайный лес. Смесь грибная. Так, посмотрим, из чего она у нас состоит. Состав. Грибы белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Заявленных маслят мы не обнаружили. Вместо них подмена. Более трети старых шампиньонов. Есть в этой смеси и нечто, точнее, некто, незаявленный. Значит, вот этот вот подосиновик, а этот подосиновик, он у нас... Ой, какой, ай-яй-яй. А это уже подберезовик, ай-яй-яй. Так, да, в общем, здесь у нас такой приличный зоопарк. Впрочем, по ГОСТу, который, кстати, действует еще со времен Советского Союза, содержание червивых грибов может доходить до 10%. Проверим еще одни грибы, опята. Ну, по крайней мере, так их называют на упаковке. Вот эта вот ярко-оранжевая штука, это совершенно не опенок. Это гриб из рода чешуйчатка. И называется это на латыни фолиота намека. И коммерческое название этого гриба, под которым он продается по всему миру, это намека. Намека, еще раз, это чешуйчатка. Да, она растет на древесине, как опята, но это не опенок. Видимо, слово опята использовано для соответствия нашей с вами ментальности. Все это неприятно, но, по крайней мере, не опасно. Такие грибы тоже полезны. Хотя, когда происходит подмена, уже нет уверенности, что сырье было качественным, и оно не содержало, например, тяжелых металлов и радиоактивных элементов, цезия и стронция. Кстати, напомню, мы сдали на исследование три вида готовой продукции из разных стран. Рыжики, лукашинские, российского производства, грузди, виталэнд из Белоруссии и маслята торговой марки «Лютик», сделанные в Китае. Для сравнения, грибы, купленные на стихийном рынке. Давай, моя девочка. Отойду. Хочешь мариновать? Хочешь жарить? Вкусную. Давай. Мы сирину мариновали и мучатам дали, другого города дали. Маслята, рыжики и грузди известны как рекордсмены по накоплению вредных веществ. Впрочем, в ходе нашей проверки ничего тревожного мы не нашли. Это касается грибов из магазина. А вот маховики, купленные на развале, нас совсем не порадовали. Превышение обнаружено по ртути, то есть это содержание превышения в два раза, то есть 0,12 миллиграмм на килограмм, это при норме 0,05 миллиграмм на килограмм составляет приблизительно около два раза превышение. Ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в организме на протяжении долгих лет, и если постоянно есть содержащие эти вещества грибы, можно пострадать. Можно предварительно вымачивать грибы, а затем варить их в течение продолжительного времени, около часа-полутора часов. Никакой другой вид кулинарной обработки не удаляет радиоактивные элементы и тяжелый металл из грибов. Причем именно дикорастущие виды вызывают у всех экспертов больше всего тревоги. Искусственно разводимые обычно в порядке. Можно даже составить целую карту регионов нашей страны, где сбор дикоросов не рекомендован. Это регионы, естественно, соседствующие с Белоруссией. Дальше мы спускаемся, и вся граница, так или иначе, с Казахстаном, она тоже опасна. Ну и, соответственно, Дальний Восток через Южную Сибирь, Казахстан до Дальнего Востока. Все это места с превышением допустимой дозы содержания радиоактивных продуктов. Ну вот первое место здесь, естественно, в кавычках первое место занимает Брянская область. Второе место по радионуклидному ПДК – это такие три наши области из европейской части, как Калужская, Тульская и Смоленская. Ну и третье место – это, собственно, все остальные области от нашего юго-запада до Востока, до Дальнего Востока. Соответственно, двух-, трех-, четырехкратные превышения ПДК по радионуклидам. Итак, стоит ли вообще есть грибы? Дикие могут принести пользу, если собраны в экологически чистых местах и правильно приготовлены, измельчены и многократно отварены. Но безопаснее отдавать предпочтение культивируемым грибам. В них, несмотря на искусственное происхождение, есть польза. И вкус тоже – шиитаки, вешенки, шампиньоны, портобелло. Только послушайте, как рассказывает о них миколог Соломон Вассер. Смотрите, такие грибы, как портобелло, лучше всего… или большие вешенки лучше всего жарить их, как отбивные. Да, это готовая отбивная, если большой портобелло. Целиком так его можно жарить с двух сторон и получается очень хорошая отбивная из грибов. Ну и можно супы и всякие соусы делаем со сливками, со сметаной. Очень-очень даже получается ничем. Я рекомендую как можно меньше употреблять грибы маринованные, консервированные, потому что все-таки это уксус или это добавление соли достаточно в большом количестве. Если следовать этим советам, можно подстегнуть свой иммунитет. Детям и беременным не надо. Обогатить организм витаминами и расширить пищевую палитру. Однозначно, грибы – еда живая, а не мертвая. Смотрите завтра в программе «Чудо техники». Самозаживляющийся бетон и другие строительные инновации. Пять видов кофеварок. Какая лучше? Чудо-товары. Ультразвуковая стиральная машина, кольцо против засыпания за рулем и гаджет для приготовления чипсов в микроволновке. Работает ли это все, как обещает реклама? А также в рубрике «Умелец недели» житель Подмосковья, придумавший компактный суперподъемник. И, конечно, лучшие открытия и изобретения недели. Мы их собираем по всему миру. «Чудо техники» в воскресенье в 11 утра на НТВ. А в следующую субботу в программе «Еда живая и мертвая». Фарш. Стоит ли покупать его готовым в магазине? Как по-разному фарш делают повара? И что об измельченном мясе думает наш желудок? Дайкон. Почему японская редька завоевала сердца россиян? Правда ли этот корень не накапливает радиацию? И как его можно использовать? А также пять удивительно вкусных и полезных постных блюд. Меню, придуманное настоящим монастырским поваром в сотрудничестве с профессиональным диетологом. Это была «Еда живая и мертвая». Программа, в которой наука объясняет, что мы едим и как это влияет на здоровье. В завершении выпуска, как всегда, эффектный и необычный рецепт недели. Меня зовут Сергей Малоземов. До встречи в эфире в привычное время в следующую субботу в 11 утра на НТВ. Рецепт недели на этот раз посвящен, конечно же, грибам. Простая в приготовлении, но очень аппетитная закуска. Фаршированные шампиньоны с начинкой из мясного фарша. Нам понадобятся шампиньоны, домашний фарш, репчатый лук, твердый сыр, сметана, соль и перец, сливочное масло, зелень и сладкий перец для украшения. Итак, приступим к начинке. Ножки шампиньонов отрезать, измельчить и обжарить на сливочном масле. Добавить репчатый лук. Фарш посолить и поперчить. Хорошенько отбить в миске, так он будет более нежным. Добавить к грибной смеси и довести до готовности. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Наполнить шляпки грибов, получившейся начинкой. Посыпать сыром. Добавить сметану. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые грибы выложить на салатные листья. И украсить свежими тольками сладкого перца. Готово! Приятного аппетита желаем вам мы и шеф-повар Анна Семенова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова